Сенатор от Санкт-Петербурга Нарусова в очередной раз выступила с призывом признать советский режим преступным, сталинизм приравнять к нацизму, а еще ввести запрет на изображениях отца народов, в том числе в дни празднования Великой Победы, запретить красное знамя и советскую символику. Слушайте, вот им там заняться нечем в Совете Федерации. Они уже одурели от безделья, видимо, вот и рожают всякие дурацкие инициативы. Я не оговорился сейчас, дурацкие, потому что искренне не понимаю, как можно запретить целую историческую эпоху. Несколько поколений людей жили в СССР, для них союз это не пустой звук. Да и достижений за этот период случилось немало, уж точно больше, чем сейчас. Что значит запретить красное знамя и Сталина? Именно красное знамя стояло на Рейхстаге. Именно с красным знаменем наши деды и прадеды шли в атаку, выкрикивая имя вождя, а советская символика на минуточку красовалась на скафандре Гагарина, на борту Международной орбитальной станции Мир, да и на Северном полюсе. Советский флаг установлен, так вот прежде чем что-то запрещать, надо, наверное, добиться хотя бы того же самого, а потом рты разевать, а то ничем, ничего оттуда же, что все наказы избирателей Танарусова выполнила, что ли, здорово сомневаюсь. У тебя вон в Питере при обрушении СКК человек погиб. Расследование проведено, виновные установлены, привлечены к ответственности, зато сидим, квакаем, советская символика нам помешала, делом займись, полезным каким-нибудь, а если старческий маразм одолевает на пенсию шагом марш, не занимай чужое место. Начинаем! Коллеги на Росовой Пасафеду очередным бредовым законопроектом разродились. Там предложили ввести штрафы за дневной шум. Слушайте, ну если бы что-то другое предложили, я бы удивился. А так, как обычно, давайте штрафовать. Хотя, чего еще можно ждать от людей, которые ведут себя как враги народа? Однако, к законопроекту. Речь идет о ремонтных работах. Новые правила предусматривают запрет на их проведение днем с 13 до 15 часов, а также в ночное время, которое почему-то начинается в 19.00 и заканчивается в 9 утра. Ну, плюс воскресенье и праздничные дни. У меня вопрос. А когда в таком случае людям ремонтом-то заниматься? Там на все про все два временных по отрезка по 4 часа остается. А вот этот разрыв двухчасовой крайне неудобен. То есть, только начали все, сушим весла. Два часа, непонятно где убиваем, а самое главное, непонятно зачем. Представьте, насколько теперь ремонт у ваших соседей затянется. Так бы ты потерпел месячишкой и все, а тут два вынужден будешь терпеть или три месяца. Законодатель постарался, потому что, причем, речь ведь не только о шуме идет. Не забывайте, что ремонтные работы – это еще и грязь. Наказывать, как обычно у нас людей, наказывать деньгами, только рублем понимает у нас народ. Я считаю, что нужно штрафы штрафовать обязательно, в обязательном порядке. Мы можем применять общественный контроль. Никто это не отменял. У нас сегодня создана общественная организация, домовой комитет, куда входит в их число старших домов. Поэтому здесь, с помощью граждан, ответственных граждан, нужно именно оказывать какое-то содействие. Пусть соблюдают законы, читают внимательней. В законе все четко, ясно написано, после скольки часов нельзя шуметь. Ну, люди-то понятно. Они всегда поверхностно на проблемы смотрят. У нас же, пока тебя лично что-то не коснется, ты не поймешь. Ура, хорошо, запретили сверлить днем и в выходные. А теперь посмотри на это под другим углом. К чему оно приведет? Ну, о неудобствах в плане грязи в подъезде, которую теперь разведут надолго, я уже сказал. Так ведь и цены на услуги строительных бригад вырастут. Не надо быть семипядей во лбу, чтобы понять, почему. Работать быстрее ремонтники не станут. Ну, что этот маляр. Двумя кистями начнет красить, дабы ускориться. А вот времени на объекте из-за этих ограничений мастерам придется проводить больше, в смысле в днях, и за это, дорогой мой, придется платить тебе, а как ты хотел. Строители тоже люди, у них тоже семьи, дети, и они не собираются терять в зарплате только потому, что какой-то сенатор поставил их в такие условия, когда ребята физически не могут отработать больше заказов. Дорогая, я из-за нововведений законодателя теперь смогу ремонтировать не три квартиры в месяц, а только две, поэтому денег буду приносить домой на 30 тысяч меньше. Так что ли? Да нет, конечно. Просто эти 30 тысяч будешь теперь ему компенсировать ты. Так что поздравляю тебя, Шарик, ты снова балбес. А это реальная журналистика, ни дня без сюрпризов. Поехали. В Свердловскую область вас приглашаю. Вот когда о таких вещах рассказываю, сердце кровью обливается. Там накануне закрыли одну из крупнейших птицефабрик. Птицефабрику Среднеуральская. Большое. Успешное предприятие, которое обеспечивало птицей яйцом весь регион, которое платило налоги, давало рабочие места почти тысяча человек-сотрудников, закрыли по требованию прокуратуры. Людей уволили, птицу, видимо, пустят под нож или еще хуже варварски закопают где-нибудь бульдозером. Причем, друзья, если бы там хоть какое-то подозрение на какой-нибудь вирус возникло, нет. В декабре пришла проверка. Нашли какие-то нарушения по линии пожарных. Дали время на устранение до ноября 2020 года. Предприятие при этом продолжало работать в штатном режиме. На днях вот господа из надзорного ведомства передумали, нет, все-таки закроем и закрыли. А что это? Приказ о сокращении работников. Весь коллектив 870 работников. Решение принято собственниками. Это решение неожиданно. Начнем с того, что в декабре месяце была проведена плановая проверка пожарного надзора МЧС. Были выявлены нарушения. МЧС пожарный надзор определил срок устранения. Это 2 ноября 2020 года. Все нарушения должны быть устранены. Нами составлена дорожная карта, план мероприятий. И мы, соответственно, еще с декабря месяца начали устранять. Прокурор Верхний Пышмей обратился в суд с иском о остановке деятельности предприятия до устранения всех выявленных нарушений. Честное слово, зло берет. Ни за что, ни про что угробили целое предприятие. И я-то понимаю, что это просто чей-то заказ конкурентов, рейдеров. Думаю, что понимаю это не только я. Власти-то, блин, куда смотрят? У нас что, добросовестно работающих предприятий много? И так ведь малый и средний бизнес на грани выживания находится. Производитель поставлен в такие условия, что заниматься производством становится невыгодно, особенно в сельском хозяйстве. Эти вот барахтались, работали, несмотря ни на что, нет, пришел какой-то негодяй, подозреваю проплаченный. Нашел какие-то нарушения, а нарушения найти можно где угодно, особенно на производстве. Розетка болтается, уже нарушение, пожароопасная ситуация. Затем другой негодяй сделал все, чтобы данное нарушение послужило причиной к закрытию целой фабрики. Итог, 900 человек на бирже труда, птица погибнет. Город Среднеуральск, который благодаря той фабрике жил, потерял градообразующее предприятие. На сегодняшний день миллион птиц и поголовье на фабрике находится, и в инкубаторе 500 тысяч яйца. Фабрика производит 12% мяса птицы от областных объемов. Довожу информацию, что с завтрашнего дня по закону мы не имеем права работать. Не утихают споры вокруг поправок в Конституцию. Давно мы к этой теме не обращались. По всей стране пошли запреты от чиновников на проведение акции протеста. Людьми, которые не хотят, чтобы в основной документ вылезали со своими инициативами господа, которые непонятно как у власти оказались. Господа же, в свою очередь, продолжают предлагать разную похабщину. Ну вот, например, бездельники из Совета Федерации, мы с них сегодня начали, так эти захотели наделить себя пожизненными полномочиями. От них и так уже не знаешь, куда деваться, поскольку они в этот Сенат все время на какой-то хромой козе проползают, как никто не понимает. И народ заговорил, мол, давайте избирать товарищей прямым голосованием, а товарищи оп, и соломки себе подстелили. Президент сможет направлять в Совет Федерации больше сенаторов, чем сейчас. Кроме того, в этом органе появятся пожизненные члены. Ими смогут стать в том числе бывшие президенты России. Такие поправки в Конституцию поддержал Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству. Депутаты говорили и о других возможных изменениях основного закона. Добавлю, что это пятница, последний день, когда будут приниматься предложения по конституционным поправкам. С охотного ряда передает Екатерина Миронова. Обсуждение поправок в Конституцию сегодня продолжалось около полутора часов. В самом начале этой встречи председатель... Классно. Вот сейчас корреспондент ВГТРК врала. Обсуждение продолжалось в тот день, когда она снимала данный сюжет. Около полутора часов. Зашибись. А где это обсуждение проходило? Почему его не транслировали? Почему обсуждение не проходило в регионах? С привлечением общественности посредством открытых слушаний. Где-то там эти друзья между собой о чем-то договорились. Нам об этом сообщили постфактум. И сегодня, оказывается, уже последний день, когда предложения по поправкам принимаются. Вот поперло так поперло. Мало того, что сама по себе затея с этими поправками выглядит сомнительной. Мало того, что вокруг этой процедуры нарушаются все мыслимые и немыслимые законы, так они еще и втихаря все делают. Сегодня было какое-то обсуждение. Где оно было? Меня никто не приглашал принять участие. Кого-то из вас, я уверен, тоже. Но брехать за тем, мол, мы учли мнение каждого россиянина. Гадалки не ходи начнут. А вот эти лживые девицы из телевизора, ну, просто раздражают своими омерзительными улыбками. Меньше месяца прошло с того момента, как Путин предложил изменить нашу конституцию. А ребятишки уже успели со всеми посоветоваться. Учли мнение каждого жителя России. Блеск просто. Афера тысячелетия. Ладно, все, закругляться пора. Это была реальная журналистика. Сегодня вот так. Ссылка на страничку в ютюбе сверху. Там больше серии этого замечательного сериала. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Под ними мы обсудим. А я за сим спешу откланяться. Пока. Пока.